Я благодарю Бога за возможность быть сегодня в Доме Божьем, поэтому, я думаю, для вас и для нас всех актуален вот этот стих. Одного я просил у Господа, может быть, еще кто-то не пришел к такой жажде, к такой вере, но мы на пути, слава Богу. Значит, на этой неделе я просто был дома, ну и просто там был включен телевизор, и, по-моему, в четверг слышу, там проповеди идут, и вдруг, значит, смотрю, вижу себя, и там такая тема, «Твое восстановление возможно». Вы это слушали где-то полгода назад, но мне пришлось еще раз эту проповедь переслушать. Для себя вообще хорошая проповедь. Слава Иисусу! И там идет как раз речь вот за язык, о котором поминали сегодня, как Бог удивительным образом его просто благословил и восстановил. Слава Богу! Мы продолжаем молиться, надеясь на милость Божью. И сегодня, сегодня я хочу проповедовать на тему «Самый распространенный порог». Почему «самый»? Просто у меня не так много времени, чтобы говорить о каких-то второстепенных вещах. Просто надо говорить только о самых важных и самых главных. Когда вы это видите, это имеется в виду «Самый распространенный порог или грех, от которого каждому из нас желательно избавиться». Вы, наверное, уже все думаете, что же это может быть. Может быть, кто-нибудь знает, вы можете мне подсказать, и мы на этом закончим. В общем, пожалуйста, кто как думает, какой же самый распространенный порог? Не слышу? Ропот. Ропот. Понял. Хорошо. Я вам немножко открою чуть-чуть больше понимания, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Вообще, таких людей, которые свободны совсем от этого порога, очень мало или совсем нет. Еще он интересен тем, что этот порог мы легко видим в других и ненавидим в других, но очень мало замечаем в себе. То есть, его в себе очень трудно обнаружить. Я пастырь, и иногда люди приходят ко мне и говорят, что у меня там проблемы с характером, кто-то может там просто даже покаяться в каком-то грехе. Но я еще вот не помню, чтобы человек пришел и сказал, вот это мой главный порог или проблема, я в этом каюсь, давайте помолимся или помогите мне. Я даже сам не знаю, почему это происходит. Еще важно то, что этот порог, как никакой другой, делает человека очень непопулярным. Это порог, который отталкивает, просто отталкивает от себя. Этот порог мы меньше всего замечаем в себе и ненавидим в других. И я хочу сказать следующее, что на основании Библии, написано, послушайте, что читая, слушайте, в Библии написано, что Бог гордым противится, а смиренным что дает? Благодать. Значит, по отношению к смиренным, послушайте, Бог давал, дает и будет давать. То есть, человек смиренный, он не может быть лишен благодати. И по мере, сколько благодати присутствует на мне или во мне, настолько мы смиренны пред Богом. Это как тест. Если я смиренный пред Богом, то благодать непременно будет присутствовать на тебе. Потому что Бог то, что обещал, Он обязательно делает. Поэтому, послушайте, люди говорят иногда о морали христианской, о том, как правильно себя вести в обществе, в том числе молодежи. Но центр всего, центр нравственности, он находится даже не там. И мы сейчас как бы перемещаемся или идем к этому центру. Поэтому, согласно христианскому учению, самый главный порог, самое страшное зло – это гордость. Это центр и начало всех начал. И вы видите там дальше, именно гордость сделал дьявола тем, кем он стал. То есть, все на небе было прекрасно. Еще греха не было. Но один из ангелов пожелал стать равным Богу. И все. Он что-то возомнил о себе. В результате он был низвержен на землю. Поэтому вот эта распущенность, пьянство – это все плохо. Но по сравнению с гордостью, это не есть, можно сказать, самый, как бы, центральный объект. Но гордость – это то, что, как я уже сказал, погубило вот эту деницу сына Зари. И в результате он был сброшен с неба. Это, можно сказать, первый революционер, который восстал против Бога. Чтобы вам еще больше раскрыть этот порог, послушайте, что Библия говорит дальше о гордости. В первую очередь, вы видите, что гордость – это грех. Гордость от чей и надмена сердца, отличающая нечестивых, это грех. Вот послушайте, люди неверующие, нечестивые, они не видят этого греха в себе. Они не считают гордость грехом. Поэтому не нуждаются ни в спасении, ни в спасителе. Но Библия говорит, гордость, отличающая нечестивых, это что? Грех. Поэтому все напряжения, все раздоры, все недопонимания в семьях и домах – очень часто это просто результат элементарной гордости. Вот почему Бог желает изменять нас. Вы еще желали? Желаете меняться? Очень хочется, чтобы мы уподобились во всем Христу. Чтобы мы отображали Бога в своей жизни, тогда и окружение наше изменится, и ситуация, и сама жизнь. Сейчас обратите внимание еще на важную истину. Она говорит о том, что именно гордость ведет ко всем остальным порокам и грехам. Гордость ведет ко всем другим порокам. Это абсолютно враждебное Богу состояние Духа. И вы видите здесь стихи. По гибели предшествует гордость и падению надменность. То есть, получается, очень важно это знать. Человек не может споткнуться, не может упасть, не может уйти от Бога, если в нем нет гордости. Да. И человек не в состоянии покаяться, если в нем присутствует гордость. Вот смотрите, дети играются, пришли к вам в гости дети, и они ведут себя плохо. Нарушают порядок, шумят, плохо поступают. И вот мама говорит сыну, сынок, мы уже уходим, ты плохо себя ведешь сегодня, попроси прощения. И мы пойдем домой. А сын говорит, нет, не буду. Маленький. Он говорит, попроси прощения. Он говорит, нет, не буду. Как вам кажется, что не допускает вот этого человека маленько сказать, простите? Кто скажет? Только гордость. Еще раз повторяю, только гордость. Вот почему человеку иногда так трудно попросить прощения. Поэтому погибли предшествует гордость и падению, что вы видите здесь? И падению надменность. Трудно представить, друзья мои, сколько молодых людей погубила гордость. У нас нет такой статистики, но это катастрофически и это ужасно. Вот почему мы постоянно должны контролировать и проверять свое сердце и свою жизнь. Мы думаем, что в мире там все зло из-за жадности или из-за других пороков, но в сути, друзья мои, на самом деле это все результат гордости. Все войны, все разделения – это результат гордости. Я говорил и говорю, что люди разделяются или на почве святости, или на почве духовности. Еще третье направление – мы будем евангелизировать мир. Но в основании всегда человеческая гордость. Поэтому Библия говорит, придет гордость, придет и посрамление, но со смиренным и мудрость. То есть, другими словами, если не хочешь опозорить себя и окружающих, то ты достаточно должен быть смиренным. Только позор. Вы слышите? Человек навлекает на душу свою, если он дружит с гордостью, питает гордость, и не готов избавиться от этой гордости. Придет гордость, придет и посрамление. Что это значит? Вот смотрите. Есть вещи в человеке, которые, извиняюсь, воняют, как бы издают неприятный запах. И здесь вам уже никакие французские духи не помогут. Вы можете там себя так, фон такой создать, что вроде бы там все хорошо, классно. Но если у вас присутствует гордость, это то, что отравляет жизнь и разрушает отношения. Это то, что плохо воняет. Издает неприятный запах. Придет гордость, придет и посрамление. Вот почему христиане с гордостью не дружат. А смиряться можно. Причем, чем больше, тем лучше. Я не знаю, вам приходилось когда-нибудь смиряться? Приходилось или нет? Бывало. Так вот, смирение, чем оно интересно? Мне много приходилось смиряться. Это нормально. И меня другие смиряли. И вот, когда они даже это делали, то просто, чтобы меня просто поддержать, они говорили мне так, еще никто не пересмирялся. То есть, не переживай, много не будет. Сколько можешь, вперед. Поэтому мы думаем, что это уже выше моих возможностей и сил. Но это не так. Много никогда не будет. Поэтому, вот, например, человек зарабатывает 40 тысяч в год, к примеру. Что ее заставляет перейти на новый рубеж, чтобы 80 тысяч зарабатывать? И при 40 можно жить неплохо. Послушайте, часто этому способствует гордость. Или, что, например, заставляет молодежь, или просто молодую девушку сеять несчастье повсюду? Что? Что? Что заставляет девушку сеять несчастье? Везде, где она появляется. Возможно, это развратная жизнь. Что заставляет? Я хочу вам сказать искренне. Это не похоть. Особенно в их возрасте. Это гордость. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Хочется быть крутым. Я крутая. Это самообман. Поэтому иногда бывает вот так. На Фейсбук смотришь. Ну, все наши как ангелы. Слава Богу. А переходишь на другие веб-сайды и думаешь, это она? Вы понимаете, о чем я говорю? Я еще раз повторяю. Много грехов и преступлений, которые совершаются сегодня в мире, это все результат человеческой гордыни. Вообще, сила любого человека определяется степенью его послушания. Человек послушный – это сильный человек. А человек непослушный – это слабые, слабые люди. Итак, еще раз, чтобы вы навсегда, навсегда разорвали всякую дружбу с гордостью, я хочу вас убеждать снова и снова, какие зло, что приносит в жизнь нашу именно гордость. Гордость лишает человека покоя. Вот смотрите. Надменный человек, как бродящее вино, не успокоится. Так что расширяется душа, душу свою расширяет, как ад и как смерть. Он ненасытен и собирает к себе все народы и захватывает к себе все племена. Там же написано, праведный свою верую, что жив будет. Но, послушайте меня, человек гордый не имеет покоя. Не потому, что кто-то отнимает в этого человека покой, а потому, что он не имеет его внутри себя. Христос сказал, придите ко мне все, и я вас успокою. Так или нет? А именно гордость, она лишает любого человека покоя. И этот человек, он никогда не остановится. Он никогда не успокоится. Он тот, что начал делать, он будет делать, если оно будет даже валиться. Потому, что гордость не дает человеку покоя. Но есть новая жизнь в Иисусе Христе. Если вы хотите спокойно спать, а я надеюсь, что вы хотите. Если вы хотите покоя вашему дому и вашей семье, а вы этого хотите, то вы должны не дружить с гордостью. Иначе Бог будет лично против вас. Мы говорим, если Бог за нас, так или нет? Слава Богу, если Он за нас. Но если Он против нас, я не знаю более величайшей трагедии. Воевать с Богом бесполезно. Вы заранее проиграете. Следующее, что порождает гордость. Гордость разрушает отношения. Она отравляет их. Там, где гордость, там всегда недопонимание и напряжение. Там нету покоя. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес. И сделаем себе имя. Вы слышите? Все было на земле прекрасно. Бог благословлял землю. Но это был фактически первый организованный бунт и восстание против Бога. Сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по всему лицу земли. И сказал Господь, вот этот один народ и один у всех язык. И вот они начали это делать и не отстанут. Вы слышите меня? Не остановится человек гордый. Это как бродящее вино. И не отстанут. То, что задумали они делать, они будут делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. Вот представьте себе, что было бы, если мы приехали в Америку, и у нас здесь был один язык. Вы представляете? Вы представляете? Но мы приехали, мы переезжаем куда-то и сталкиваемся с такими трудными или непонятными вещами. Почему? Потому что разные языки. Да или нет? Но я хочу вам сказать, трагедия не в том русский язык, украинский там и английский. Трагедия в том есть, когда люди имеют один язык и совершенно не понимают друг друга. Вы встречали такое состояние? Один язык, но люди перестали понимать друг друга. Если это происходит, то это только по одной причине. Вы здесь видите, сделаем себе имя. Все. И недопонимание на всех уровнях. Разрушение как личности, так и семьи. Это трагедия. И Бог желает нас хранить. Слава Богу за все это. Поэтому, чем человек ниже душой, тем выше он задирает нос. Почему? Потому что он носом тянется туда, куда он не дорос душой. Значит, я предложил вам первый тест, как можно узнать свое состояние. Вы помните, Бог смиренным дает что? Благодать. А что может быть прекрасней? Это лучшее, что мы можем получать от Бога. Если вы хотите больше узнать, есть ли во мне гордость или нет. Хотите узнать это или нет? Давайте попробуем. Как можно узнать, есть во мне гордость или нет? Как можно узнать меру собственной гордости? Если вы хотите этот вопрос выяснить, обратите на это внимание. Настолько глубоко я возмущаюсь, когда кто-то или другие унижают меня или недопонимают, или отказываются меня замечать, или вмешиваются в мою жизнь. Еще раз. Вы можете всегда это употреблять как тест. Как вы себя ведете, когда кто-то рядом вас унизил? Может быть специально, а может быть невзначально. Как вы ведете себя при этом? Если вы достаточно смиренны, ваша реакция будет нормальная. Если же этого смирения нет, пиши, пропало. Это новый виток скандалов и напряжений. Иногда на сутки, иногда на неделю. Поэтому гордого человека лучше не трогать. Следующее, что присуще гордости? Что присуще гордости? Гордости присуще дух соперничества. Что это значит? Вот почему гордость невозможно удовлетворить. Сколько не дай, сколько не служи, гордому человеку будет постоянно мало. Он видит где-то на стороне постоянно больше, лучше и никогда не ценит тем, что он имеет. Поэтому гордого человека удовлетворить невозможно. Библия говорит, что мы соработники у Бога, а вы Божья Нива, Божье строение. Вот другие грехи, они не вступают в соперничество. А гордость, она, можно сказать, без этого жить не может. Поэтому там, где присутствует гордость, там всегда присутствует напряжение. Смотрите. Если чей-то успех доставляет вам гнев или чье-то горе, радость, вы соперники. Мы соработники у Бога, а вы Божья Нива. Но если чей-то успех расстраивает человека или раздражает вас, или чье-то горе радует вас или человека, значит, эти люди, или этот человек в соперничестве, да хранит нас от этого Бога. Аминь. Следующее, что возбуждает нас гордость? Сравнение возбуждает в нас гордость. И вы видите, как в телеграме. Если человек сравнит себя с другими, он или превозносится, или что, или завидует. Гордый человек, он приобретает все больше и больше, чтобы утвердиться во власти, утвердиться в своем преимуществе, утвердиться в своей гордыне. Поэтому мы должны просто в своей жизни быть очень осторожны. Сравнение возбуждает в человеке, что гордость. Вот, например, как вам кажется, нормально человека похвалить, поблагодарить, сказать спасибо, сказать что-то приятное. Правда нормально? Да или нет? Нормально. Но то, как человек воспринимает все это, как реагирует на это все, зависит его результат и успех. То есть, план Божий на нашу жизнь состоит в следующем, что когда мы проходим через успех или через испытания, мы не сломались. Вот, например, правда, например, если вот хорошие духи просто принять так на себя, правда это нормально? Да? А попробуйте выпить этот флакончик духов. Я скажу вам, что будет, будет отравление. Будет отравление. Поэтому духов надо немного. Вы уже можете сэкономить немножко денег. Как гордость укореняется в человеке и растет? Следующая моя мысль. Гордость разрастается на ожесточенной почве. И если вы позволите горечи или обиде поселиться в вашем сердце, вы не заметите, как ваш характер изменится в худшую сторону. Все просто. Вы можете ее носить, обиду, лелеять, ублажать, но она радости никому не приносит. Вы изменяетесь на глазах. Ваш характер грубеет. Вы становитесь неузнаваемы для других только потому, что вы питаете вашу гордость обидой. Я надеюсь, ничего подобного в вашей жизни нет и не будет. Но если у вас бывает, посещает обида, избавляйтесь от этого как можно быстрее. Библия говорит, что солнце, да не зайдет, что во гневе вашем. Поэтому христиане – это люди, которые не играются с грехом. Поэтому я прошу вас, никогда не допускайте, чтобы обида разрушила ваши отношения с кем-либо. Не допускайте все этого, потому что это медленная смерть. Но слава Богу, что есть новая жизнь во Христе. Следующий вопрос. Возможно ли гордость среди христиан? Как вам кажется? Да или нет? Говорят, что возможно. Если возможно, послушайте дальше. Помните, Христос однажды говорил тем людям, которые именем Иисуса Христа изгоняли бесу, помните? Исцеляли больных и другие чудеса творили. И вот наступил момент, когда сам Христос им сказал, «Я никогда не знал вас». Возможно, здесь причина именно в этом, в человеческой элементарной гордости. Вы видите стихи из Библии. Этот стих, на мой взгляд, наиболее актуальный в наше время, в последние дни. Просто Павел, предупреждая, говорит ему, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды». Скажите, кому это написано? Верующим или неверующим? Спасибо. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что мы здесь. Горды, надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же ее отрекшихся, таковых, что удаляйся. Очень серьезный стих. Друзья мои, а что делать, если удалиться невозможно? Вы меня слышите? Просто удали от себя гордость. Гордость, она способна уничтожить человека на безлюдном острове. Человек, находясь даже там, он говорит, лучше я умру, чем вот это все, что вокруг меня есть. Поэтому от себя убежать невозможно. Имеющий вид благочестия. Внешне все прекрасно. А внутри, что происходит? Видит только что Бог. Поэтому трудно будет жить в последнее время не потому, что экономика будет падать, хотя это возможно. Трудно будет жить людям не потому, что не будут, может быть, все товары в магазинах. Трудно будет жить людям на свете, потому что будет пусто в человеческих душах. Люди выживали во время голода и войны, совершая подвиги, имея доброту в своем сердце. Поэтому, если у человека чистое, правильное сердце, Божье благоволение к Тебе, покровительство и защита, скажите слава Иисусу. Последние мои мысли, как Бог относится к гордости. Как Бог относится к гордости. Вы видите, что Бог гордого видит издалека. Вы знаете, что есть скрытая гордость, а есть открытая. Вот открытую ее легко увидеть, а вот скрытую очень непросто распознать. Но Библия говорит, что гордого Бог видит издалека. Он еще не пришел. Он еще где-то на пути. Но Библия говорит, что Бог его уже видит. Поэтому именно христианство право, что именно гордость порождала множество несчастей, болезней в народах и в мире с самого начала существования человечества. Запомните, что другие пороки, они могут даже объединять людей. Но только не гордость. Вот, например, встретились в эпивохе, любители выпить. То они в компании, как рыба в воде. Говорит, ты меня знаешь? Но только не гордость. Обратите на это внимание. Гордость разбрасывает, разрушает и разделяет. Вы помните тот момент, когда Ирод с Пилатом стали друзьями? Два грешника. Но что их объединило? Общий враг. Они ненавидели Иисуса. Да, другие пороки, они могут объединять людей. Но я еще раз повторяю, но только не гордость. Поэтому мы, христиане, с гордостью не дружим. Гордость всегда означает враждебность. Она и есть сама враждебность. Это не только враждебность человека к человеку, но и человека к Богу. Следующее. Гордость – это то, что ненавидит Бог. В Библии написано, страх Господень ненавидит зло, гордость и высокомерие – злой путь. И коварные уста я ненавижу. Запомните, человек никогда не может познать Бога, будучи гордым человеком. Это то, что отталкивает. Поэтому без Бога познания нет победоносной жизни. Поэтому обратите внимание отношения Бога к гордости. Бог ненавидит это зло. И мы должны просто к этому иметь правильное отношение. Следующий момент. Как Бог относится к гордости? Бог гордым противится. Я вам уже говорил, облекитесь смиренным мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Скажите, слава Богу. Вы знаете, где дьявол обманывает человека? Вы знаете, когда, например, дети плохо себя ведут, вы можете их успокоить, подпитывая их гордость. Например, сказать, «Слушай, ты себя так ведешь плохо, а ты одно», а сказать, «Слушай, это ниже твое достоинство. Ты нормальный мужик, ты можешь лучше». И вот этот мужик воспрял, и правда же вроде нормальный. И смотришь, ведет нормально. Есть люди, которые оставили некоторые пороки только потому, что обратились к их гордости и говорят, «Слушай, это же ниже твое достоинство. Что ты делаешь?» Но послушайте, где дьявол обманывает человека? Он просто забирает одну напасть, заменяя ее другой. Только в Иисусе Христе есть победа и исцеление над человеческой гордыней. Ну и последнее мы заканчиваем. Я хочу вам сказать, что Бог заботится о нас каждый день, так или нет? И вы знаете, что Бог иногда делает или знает, как это делать? Бог знает, как смирять ходящих гордо. То есть, смотрите, дети, подростки, семья, у нас всегда есть выбор. Или же я смиряю себя, мы, или Бог нам поможет это сделать. Все. Смотрите, видеть, «Ныне я на вуху Доносор славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинные пути праведные и который силен смирять ходящих гордо». В этом царе все было прекрасно. Одно было из процветающих государств и империй. наднажды просто проходя по городу сказал, «Не это ли величественный Вавилон, который я построил?» Все. И в ее судьбу вмешался Бог. И он решил этого человека смирить. И удивительным образом у Бога это получилось. Если у Бога получилось этого царя смирить, то тем более нас, так или нет, Бог знает, как смирять ходящих гордо. Уважаемые христиане, хочу просто вас просить, лучше самому смиряться. смиряться с простыми людьми, нежели делить добычу с гордыми людьми. Вы можете перечитать Библию, она для вас засияет новыми красками. Обратите внимание на это, иногда просто мы на все это не обращаем должного внимания. поэтому я хочу вам сказать снова и снова люди окружающие вас, они могут вас унизить. Правда бывает такое? Но смириться человек может только сам. В чем главный секрет? Библия говорит, что Христос смирил что? Себя. Все. Христос смирил себя до смерти и смерти крестной. Поэтому Богу не пришлось Его смирять. Но кто не способен смиряться, значит вы будете иметь дело с живым Богом. И Бог, Он способен не только чудеса творить, но Он способен смирять. Поэтому еще одно утешение. Послушайте, смирять других легко. Самому смиряться трудно. Гордость замечать в других легко. В себе обнаружить ее очень и очень сложно. слава кто-нибудь в зале желает быть смиренным? Слава Богу! Значит, с Божьей помощью у вас получится. Я просто вам подскажу, как это можно сделать практически. если если хотите жить в мире в мире и покое, если вы хотите просто чтобы ваша семья была благословена, что надо сделать, чтобы эту ситуацию исправить? первый шаг для тех, кто желает быть смиренным, это признать в себе гордость. Просто признать в себе гордость. Это самый важный и самый замечательный шаг. Ничего нельзя предпринимать, пока ты этот первый шаг не сделаешь. Но когда ты поймешь и признаешь, в твою жизнь придет благословение и рассвет. Я в этой жизни от души желаю несколько слов о смирении. Мы сейчас идем к молитве. Смирение он открывает сердце Бога и открывает дверь к величию в духовном мире. Вы видите, здесь так «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взышут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прошу грехи, и исцелю землю их». Это обетование Божье за этими словами стоит сам Бог. Обратите внимание, что прежде молитвы написано «Смириться народ мой». Почему это важно услышать, что есть люди, которые мало молятся, есть люди, которые много молятся, но они не смиряются. Вы знаете, что можно ехать на молитву с той целью, чтобы себя прославить? Да, себя показать. Есть такое. А можно просто смирившись молиться. «И тогда Бог говорит, что я исцелю землю их и смириться народ мой, который именуется именем моим и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, прощу грехи их и исцелю землю их». Если вам это неубедительно звучит, почему важно смиряться? Послушайте, вы помните Давида, над которым в свое время Милхола смеялась? Она говорила, «Ты царь, как ты мог такое допустить?» Но какой был ответ Давида, «Я еще больше смирюсь, я еще больше смирюсь, я смирюсь и перед служанками». И запомните, чем больше у тебя ответственность, чем больше церковь у пастыря, тем больше он должен смиряться. Диакона тоже. Без этого духовная жизнь победоносная невозможно. но когда есть это главное как стержень, который держит все, тогда Бог благословит все твои нужды во имя Иисуса. Смотрите, как написано в Библии еще один стих. «За смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь». Все, все, в чем человек нуждается, это приходит в нашу жизнь когда? после смирения. У меня вопрос, чего вам не хватает? Богатства, славы, чего вам не хватает? А если вы действительно к этому стремитесь, тогда вот это путь. Послушайте, ваше простое «прости меня» подкашивает, подрезает гордыню. Разве это трудно сделать? «Прости меня», все. и не так важно, как часто ваши отношения нарушаются, важно, настолько вы способны сказать «прости». Только там, где люди не способны это делать, страдают они и окружающие. Идеальных отношений не бывает, но если человек способен это сделать, он благословен. гордый человек, я еще раз повторяю, он не в состоянии покаяться. Пройти вперед, это ниже его достоинства. Первая мысль, что люди скажут, но для смиренного человека это не имеет никакого значения, кто его видит или слышит. Его интересует один вопрос, видит ли меня Христос. Поэтому за смирением следует страх Господин богатство, слава и жизнь. Я вам этой жизни от души желаю. Если вы последуете за этим словом, друзья мои, придя домой, вы будете видеть, как с каждым днем ваша жизнь будет изменяться, ваше состояние, ваше окружение и все вокруг вас, все расцветет, как райский сад. Небо будет на земле. Бог будет покрывать вас своей благодатью. Заканчивая, я приведу вам практический пример, и мы помолимся. Я хочу, чтобы Бог приготовил ваше сердце. Бог приготовил ваше сердце. Если вы христиане, послушайте, вам надо много смиряться. Я не знаю, насколько вы готовы, но Библия говорит, что Христос смирил себя. Когда я пришел в одну семью, они мне говорят, что она говорит, я уже смирилась ниже плинтусов. Ну, а отношений нету. Как вам кажется, можно еще ниже чуть-чуть? однажды я был пастырем, и интересно замечу вам такие детали. Я был пастырем в разных церквях в разное время, в одной церкви. Приехали братья там руку полагать, и говорят, мы вам рукоположим двоих, чтобы вас как так уравновесить. Я до этого был пастырем, просто не рукоположенным. Рукоположили нас. И когда рукополагали, они сказали так, просто такие два слова, невзначай. Говорят, что Виталий, он весь там в ювелизации, в миссии, то ты сможешь теперь больше заниматься ювелизацией, а ты на месте поможешь, подстрахуешь. И все. Проходят годы, годы. И потом подходит этот брат, с которым вместе нас оставляли, и он мне говорит, ты здесь никто. Говорю, как? Ну ты что, не понял? Говорю, как? Ну если не понял, я тебе просто помогу. Ты помнишь, что когда нас рукополагали, говорили, что ты будешь там больше на ювелизации, говорит, пожалуйста, трудись. Казалось бы, люди каялись, каждое воскресенье. Движение было невероятное. Бог благоставлял обильно. Что делать? Всегда возник этого. Можно повоевать и можно смириться. Какой путь избрать? На все есть законные основания. я уже не объясняю вам деталей больше, чем законные основания. И вот просто я решил в сердце, что воевать не буду. Вот что делать, это надо было что-то предпринимать, решать. и вот проходит 2-3 недели и просто мне звонят и говорят, Виталий, ты идешь на повышение, поэтому тебя ожидают новое служение и труд по всей Украине. Вы не сможете никогда узнать свое призвание или состояться в призвании, если в вас нет смирения. Путь к возвышению лежит только через смирение. Другого пути просто нет. человек или сам себя уничтожит, или смирится и Бога прославит. Я хочу, чтобы вы состоялись в жизни, я хочу, чтобы вы дружили с послушанием, я хочу, чтобы вы были смиренные как овцы и не вели себя как бараны. Будьте благословены во имя Иисуса Христа, давайте поклонимся Ему, прославим Его, Ему вся слава во веки веков. Аминь.